У вас нет? У меня осталось пену. И тихо. Все? Еще недавно Максим едва ли держал ложку, а сейчас он самостоятельно убирает в квартире, моет посуду и готовит обед. Сделать первые шаги в самостоятельную взрослую жизнь ему и остальным ребятам помогла тренировочная квартира или экспресс-гостиница. Обучать необходимым навыкам для самостоятельной жизни людей с особенностями здоровья начали благодаря выигранному президентскому гранту. На самом деле мне здесь очень понравилось и ничего сложного, как бы, как сказать, не увидел. Мне здесь очень понравилось быть и я бы с удовольствием еще пришел бы сюда. Я просто приходил и уходил, потому что я живу тут недалеко. То есть я приходил, дела тут поделал и ушел. Все. Тренировочная квартира ничем не отличается от обычной. Для социализации ребят в двухкомнатной квартире есть все. Зал, спальня, кухня, хороший ремонт, современная мебель и техника. В коридоре расписания дня в каждой комнате напоминание о правилах личной гигиены и поведения. В ежедневном распорядке дорога до квартиры, покупки в магазине, стирка, приготовление завтрака, обеда и ужина, а также сухая и влажная уборка. Все это под четким руководством воспитателей. Они приходят, как бы они умеют, но не всегда правильно, последовательность вот этого. Мы как бы учим их все это делать последовательно, все это делать самостоятельно, потом уже как бы без напоминания. Молодые люди могут остаться в помещении с ночевой без родителей или опекунов, конечно же, учитывая желание участника проекта и его законного представителя. Обучение проходит группами по четыре человека. Услуги по обучению проживанию предоставляются бесплатно. Здесь было закуплено полностью оборудование под кухню, чтобы они могли научиться готовить. Также мы оборудовали спальню, потому что ребята пробовали ночевать по согласованию с родителями. И зал был оборудован для занятий творчеством и настольными играми. За время обучения в социализацию уже прошли 25 человек с ментальной особенностью. На сегодняшний день в регионе таких квартир пять. Три в Ульяновске, по одной в Новоульяновске и Димитровграде. Алина Тихонова, Артём Куранов, Уллправды ТВ.